Дорогие коллеги, привет из Софии! Сегодня я буду говорить об особенной форме акне, которая стала очень актуальной в последнее время. Это маск акне. Это проблемы при использовании маски. В ловушке между кожей и маской оказываются воздух от естественного процесса вдыхания и выдыхания. Капли слюны, капли пота, кожное сало. Еще парниковый эффект. Сильно повышается влажность кожи на участках возле рта и носа, которые прикрыты маской. Нарушается барьерная функция кожи, нарушается микробиум. Есть механическое трение. Это акне-механика. Многие занимаются спортом в масках, и это в основном молодые люди. В данном случае в ловушку попадает, кроме капелек пота, частички пыли. Кроме того, маска причиняет дискомфорт и механическое воздействие при физических усилиях. Использование макияжа усугубляет перечисленную проблематику и усиливает закупоривание пор. Маскни – это новый диагноз дерматологии от слов маска и акне. Вызывается вследствие локальной повышенной температуры на секрецию сальных желез. Установлено, что секреция кожного сала с каждым градусом повышается на 10%. Изменяется состав липидов, входящих в состав сепома, за счет повышенных схвален. Высокая влажность приводит к иритации наружной части пилосепоценной единицы. Киперкедрус и высокая влажность, вероятно, причиняют отик эпидермальных кератиноцидов, что приводит к закупориванию пилосепоценной единицы. Симптомы маска акне – это зуд и сильно выраженная сибария. Клиническая картина состоится из комедона и папулей по поверхности кожи носа, подбородка и щек. Вы можете увидеть на данном слайде, как выглядит маск акне. На данном слайде увидите ухудшение состояния акне от маски КН-95. Это было 16 лет тому назад, во время SARS в Сингапуре. Под маской образовывался тропический микроклимат, так называемый акне тропикалис. Плотно прилегающая маска дополнительно состоит в условиях для сужения канала фолликула пилосепоценной единицы. Есть тоже проблемы и при снятии маски. Влажная кожа под маской высыхает очень быстро после снятия. Особенно часто это наблюдается при более высоких температурах воздуха и ветра. А здесь вы можете увидеть миллиария вследствие гиперкитроза под маской. Мастхев ингредиенты в препаратах при маске акне – это должны быть компоненты с мощной противомикробной активностью и компоненты для нормализации микробиема под маской. Еще нам нужно себорегулировать действие так, как нарушен состав себовных липидов под маской. Нам нужны увлажнения кожи после снятия маски, и препараты должны быть подходящими для частого употребления, каждый раз, когда мы приходим домой и снимаем маску. Биатрельт предлагает Акне Аут – новая концепция терапии маска акне. И здесь есть три шага ухода за кожей при маске. Это очищение – первый шаг, активный уход и дополнительный уход, необходимый при маске. Шаг первый – очищающие продукты – это Акне Аут пена, Акне Аут кел и Акне Аут мыла. Это средства для ежедневного ухода, они доприносят для регуляции микробиома, себорегуляции и защиты хидролипидной барьерной функции. Шаг второй – это активный уход при маске, что должно быть в составе продуктов при маске. Они нужны подавлять воспаление, они нужны иметь противомикробную активность, оменьшение колонизации кутибактериума, регуляция продукции себума и нормализация терапинизации. Акне Аут – у него есть ПАСК, это мощный антибактериальный комплекс, на основе метенамина. Запомните, это не антибиотик, это противомикробный, противовоспалительный, себорегулирующий и кераторегулирующий мощный антибактериальный комплекс. ПАСК воздействует на все механизмы этиопатогенеза Акне. Он редуцирует кутибактериум Акне, регулирует активность сальных желез, уменьшает воликулярный гипергератоз и подавляет воспаление. На этом слайде вы можете увидеть фотографию пациента, и она показывает улучшение через неделю. Это фотография до и через улучшение через 5 дней. Улучшение через 4 недели. Улучшение через 4 месяца. Шаг 3. Это дополнительный уход. Предназначен для сухой и обезвоженной кожи вследствие непрерывного нощения маски. Это дневный увлажняющий крем Акне Аут, консистенция МОГЕЛ, интенсивное увлажнение, антиоксидантный эффект, некометогенный и гипоаллергенный. Следующий Акне Аут – это Акне Аут-восстановляющий крем с SPF 30. Он эффективно работает с постакне симптомом комплекса. У него антиоксидантная активность. Он успокаивает покраснение, выровняет тон и поверхность кожи, улучшает регуляцию себума, 0% парабенов и силиконов, некометогенной и гипоаллергенной. Это пищевые добавки и маск Акне. Акне Аут-витаминно-минеральный комплекс. У него 100% натуральный состав внутри капсулы. Очень интересно, что здесь витамин D3. Это дополнительная антиковид-активность. Она приводит к синтезу противомикробных пептидов, катилицитин и дефензин, не только в коже, но и в слизистой носа. Акне Аут – это комплексный подход к проблеме Акне. Но сейчас мы тоже будем говорить об контактной дерматите вследствие ношения масок и перчаток. Вы можете увидеть, мы опубликовали это, проблемы частого мытья рук. Это Аквагеник, Сириэнджел, Акро, Киратодерма. И это действительно проблема частого мытья рук. Проблем тоже частое потребление дезинфектантов, особенно чувствительные пациенты с атопическим дерматитом и псориазом. Необходимо использовать штатящие моющие продукты, не содержащие СЛС, которые содержащие мочевину и молочную кислоту. Оптимальный pH кожи рук между 4,4 и 5,5. Большинство мыл имеет щелочный pH выше 7, и их постоянное употребление приводит к нарушению баланса микрофлоры и кожного барьера. Предпочтительно использовать кельи без СЛС или моющие масла. Эмолиенты являются частой базовой терапевтической стратегией у пациентов с экземой рук. Их необходимо использовать всем пациентам для увлажнения кожи как индивидуально, так и в комбинированных схемах. Кератолин – это продукт-препарат пиотрейда. Он успокаивает суть и уменьшает частоту рецидивов. Восстанавливает барьерную функцию кожи, обеспечивает гидротацию за счет хидрофильной основы и каждый раз после мытья рук. Эмолиенты должны присутствовать на каждом рабочем месте. При этапическом дерматите желательно использовать соответствующие эмолиенты, содержащие мочевину. Это правило 4Р валидно для лечения экземой рук. Рекогнайз – распознать контактный аллерген или иритант. Римув – удалить иритант аллерген из среды. Редюс – редуцировать кожные воспаления. Рестор – реставрировать кожный барьер. Но мудр не тот, кто знает многое, а тот, кто знает нужное. Это Эсхилл сказал. От что я скажу спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин